да и за двадцать первый год это уже двадцать раундов запланировано настоящий до соперника принципе вот мы уже говорили о том соперника неплохо выбросил двоечку начинает из пока давление по ходу на мой взгляд особых каких-то дистанции вот так вот проверяет хорошо фокус снизу молодые часто будет слышно конечно русская речь но часто был хорошо в бакару ну пробил снизу и так продолжение смотрим вот так прощупывает дистанции пас под постоянным контролем так ящик бросаться вперед тут же откроются он не себя потом зацепила но и хороший встречный да и так спокойно работает он сейчас пока еще не выцеливает камеру пара чувствуется аккуратно зачем пока мы видели хорошую комбинацию в первую право боковой хорошо право боковой снова раунд вот как с наскока бросал право боковой я еще сказал что через перчатку тимофею сказали чтобы он особо не улетал тимофей дзюл по прессинге ух как зацепила очка удобнее работать именно первым номером самому он опять разбила раз хорошо кстати работа перчатки он пробил боковой предыдущем и качался хорошая пирку все таки разбивает к прошла и за ней апперкосного в корпус я тоже много размышлений решит защите которыми предыдущий сопер и чем это все обернулось чтобы не пропустить вот это потому что будет бить по верхнему уровню и снова право боковой посмотрите на полное время разрывая дистанцию проваливает и не дает в голову чтобы он поднял руки все в классике может туда будет бить если у него даже нет такой возможности до прошел апперкот вкладывался в него тимофея то это так он и хвала женщина ну вот 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 сейчас выцеливает тем похоже команда стоп нет как и шину и опять апперкот заходе очень на повторах так ярко видно м отбрасывает и ну и на канаты участвовать одиночным он вот так отбивать лицом как говорят да фоксеры никогда не было удара очередная . музыка на ли он часто такие двойку пропустил боковые да за пять с половиной раунд да еще ой ну пока нет но ему говорили чтобы он особенно не надо срочную победу но это логично открылся японец и пролетели сразу туда удары вот тогда и цепляет здорово руки перевел также в голову вот как сейчас поджимается первой эпизоде было попадание по бедру вот тимофей и снова апперкот всему когда-то предел приходит силы перед следующим раундом вот снова хорошо и снова туда корпус и вот на голову и вот ну потрясен да работа но вот сейчас да звучит гонка преимущество тимофея полна стилу еще хотя сейчас ну вот здесь эти видно на в каком-то моменте тоже проскальзывает год пытается он проверить надо погасить ну да по ребрам в корпус естественно в солнечный удачи поединка ну как мы часто говорим своих трансляциях своих камин ну да практически все раунды причем нокаут какой лаки панчу по очкам бой не вытянуть никоим образом соперника это так включался такое впечатление что он чуть-чуть опасно опасно сейчас отвечал ну естественно да тимофей не нужно давать сопернику лишь обычно говорим чемпионские раунды уже опускают руки не знает что закрывать вот плот и ну ничего опять-таки наш хорошо снизу и продолжил развивать атаку тимофей ну да спасает целев последняя секунда 10 выносливо терпеливый хорошо держит в шестом седьмом раунде это прямо говорит то наверное мы уже говорили до этого для черва нужно вообще совсем другого типа номер вот что давайте проведем бой в россии ну давай века папа костя дзю уже заявляет что он заявляет сводит серхио гарсия между собой 5 декабря до 5 тимофей таких соперников еще не было по габаритам я имею ввиду да то есть есть вот направление куда двигаться еще год назад как раз что к этому времени он пройдет о которых я сейчас говорил да тут увеличилось что у него скорость на том что он сам взаимознался тимофей опять ну и нашли это даже не трэш-токинг а без до финального гонга и еще раз но вообще практически нету тем не менее я думал что все-таки хоть что-то покажет хороший лево боковое да и публика там оживилась как его вкладываются отлично жаловы его травы и туда волос конечно безобразно из тоже пропускает пару ударов но отвечает церкви все окончен бойцов и так огромное неоспоримое